Девушки отдыхают Малышей не обижать Учат в школе, учат в школе, учат в школе Необычный новый учебный год в условиях несколько утихшей пандемии Уже не совсем новой коронавирусной инфекции Начался в Югре в обычном очном режиме Дети и учителя встретились в школе Доброе утро, солнце и птица Доброе утро, улыбчивым лицам Пока дети улыбаются друг другу, взрослые гадают Когда же нас накроет вторая волна пандемии В интернете можно найти даже конкретные даты Очередного ухода страны на самоизоляцию Как говорится, выбирай любую 15, 20, 25 сентября, октябрь В нашем обществе очень много тревожных людей Статистика говорит о том, что примерно 40% людей Переживают такие тревожные состояния А когда неопределенно, то ли в сентябре, то ли через два месяца То ли закончится пандемия, то ли не закончится Конечно, люди в состоянии этой неопределенности Находятся в подвешенном состоянии И тогда сколько людей, столько и мнений И мы не можем опираться на что-то конкретно В этом состоянии неопределенности Родители вынуждены решать Вести детей в школу и переживать за их здоровье Или не рисковать и сразу перевести своих чат На дистанционное обучение Но можно ли так сделать? Насколько такое образование качественно? Вопросов много Разберемся по сути хотя бы с некоторыми из них Вопрос первый Будет ли вторая волна? Мы живем в новых условиях В условиях, когда появилась новая инфекция Против которой нет на сегодняшний день Эффективных способов профилактики, лечения И каждый из нас обязан выполнять определенные требования Которые снижают риск заболевания Нам в кавычках повезло в том, что вот этот возбудитель, вирус Он не настолько агрессивен Как те пандемии, которые человечество испытывало в своей истории Но тем не менее угроза есть Ничего мы с вами сейчас сказать не сможем То, что будет сезонный подъем респираторных инфекций Это да, это прогноз, который каждый год сбывается Какую роль в этой ситуации сыграет коронавирус Жизнь покажет Данные о новой коронавирусной инфекции накапливаются и изменяются очень быстро Например, выяснилось, что для беременных женщин опаснее грипп, а не ковид-19 Болеют ли короной дети? Да, дети болеют, но в общей массе составляет не такой большой процент Если нам говорить о количестве детей от всех обследованных То это примерно 10% Если говорить о количестве детей от манифестных форм То есть клинически выраженных форм Это всего 2% Отсюда вывод, что подавляющее большинство детей Переносит болезнь, во-первых, в легкой форме Либо в бессимптомной То есть выявляются только как Ну, когда обследуют кого-то другого Эффективное средство лечения и профилактики COVID-19 До сих пор не найдено Отсюда следующий вопрос Можно ли защитить детей во время учебы? Если да, то как это сделать? Врачи по-прежнему говорят о двух путях передачи вируса Воздушно-капельном и контактном Отсюда вытекают и способы защиты Главное это соблюдение масочного режима Это входной контроль температуры И это дезинфекция рук Антисептиками для рук, масками и бесконтактными термометрами Школы, колледжи и вузы оснащены Те дети и сотрудники учебного учреждения Температура которых превысит 37,1 градуса Не допускаются в образовательные учреждения И данные лица вносятся в соответствующий журнал Для проведения в последующем Санитарно-противоэпидемических мероприятий Некоторые дети болеют по несколько раз за сезон Родители задаются вопросом Не будут ли теперь из-за каждого чиха Отправлять на самоизоляцию целые классы и школы? До выяснения диагноза чихнувшего Не станут ли банальную простуду Автоматически воспринимать как ковид? Нет, конечно Здесь масса других условий Которые, ну, зависят от каждой конкретной ситуации Важный будет эпидемиологический анамнез То есть был контакт с коронавирусным больным Были случаи в классе, да, и так далее Ну, то есть в каждом конкретном случае Педиатр совместно с эпидемиологами Будет решать вопрос отдельно То есть не каждое ОРЗ Вот лежит обследованию на коронавирус Только при наличии определенных условий Наша с вами задача оставить ребенка дома И вызвать врача на дом На сегодняшний день отличить коронавирус от ОРЗ По клинической картине вряд ли возможно Поэтому обращаться к доктору нужно с любыми симптомами На вопрос, будут ли отправлять весь класс на дистанционное обучение Из-за одного заболевшего Тоже однозначно ответить нельзя Если вдруг в каком-то классе обнаружится ученик Прежде всего мы работаем очень тесно С нашими санитарными органами Роспотребнадзором прежде всего То есть мы ждем от них распоряжений Ждем приказ, распоряжение И будем в каждом конкретном случае Индивидуально принимать решение Потому что вопрос очень такой щекотливый И требует индивидуального подхода К каждому классному коллективу Теоретически родители должны отправлять в школу Совершенно здоровых детей Но как узнать, что ребенок здоров Если симптомов ковида зачастую не видно Где гарантия, что все дети Которые сели за парты 1 сентября Не являются носителями Ведь предъявлять в школу справку От врача в этом году не требовалось На самом деле это не совсем так Во время подготовки к новому учебному году В Югре был утвержден алгоритм допуска Несовершеннолетних к образовательному процессу Это делали на основании списков Которые формировали учебные и медицинские организации Врачи и педагоги провели колоссальную работу Перед началом учебного года Мы сверили все списки каждого учащегося Предоставили подробные точные списки В нашу окружную клиническую больницу И 31 числа нам пришел ответ из больницы Кто на 1 сентября может из детей Приступать к учебным занятиям Если же ребенок вдруг приезжает позже 2, 3, 5 сентября Или вдруг ему нужно пропустить там занятия По любой причине болезни По семейным обстоятельствам В таком случае уже вновь приступает к занятиям Он только при наличии справки от педиатра Мы проговорили ровно такой механизм С коллегами из департамента здравоохранения И я могу сказать следующее Было бы гораздо хуже Если бы эти десятки тысяч человек Пошли вживую в поликлинике И начали просить справки О эпидемиологическом окружении То есть это было сделано ровно для того Чтобы, во-первых, упростить жизнь людям С другой стороны, не загружать поликлиники Ну и тем более не создавать условия Для массового нахождения людей Механизм сработал Но человеческий фактор подвел В итоге детей с ковидом В первые же дни нового учебного года Выявили сразу в нескольких российских школах В Екатеринбурге, Новосибирске, Ярославле, Костроме, Читинском районе Несколько классов и школ отправились на карантин Почему так произошло? Есть случаи, когда родители отправили детей в школу Сразу по приезду из-за рубежа Не дождавшись результатов теста Есть ситуации, когда ребенок пошел на учебу Несмотря на то, что на больничном С характерными симптомами находилась его мать Комментарии, как говорится, излишни И если мы будем так относиться К вопросу безопасности Школы действительно смогут дать начало Второй волне коронавируса Как это произошло в Израиле, например Чтобы пресечь передачу COVID-19 Воздушно-капельным путем В учебных заведениях введен масочный режим Необходимо носить маски учителям Для детей Насешение масок не обязательно Те специалисты, которые заняты на приготовлении Блюд, раздачи и персонал обслуживающий Должны быть обеспечены не только масками Но еще и перчатками Носить или не носить маски детям По сути решают их родители Мы с Димой поговорили о том Чтобы в общественных местах В коридорах По пути в столовую В школе или на детской площадке Он соблюдал масочный режим Потому что все равно я волнуюсь До сих пор необходимость масочного режима Вызывают у родителей вопросы Я понимаю, что маска со всех сторон сквозит Она негерметично закрывает Например, дыхательные пути И, конечно, через нее со всех щелей Вот вокруг лица Могут, конечно, пройти всякие вирусы И так далее Не знаю, насколько это целесообразно В таком формате А еще, если мы говорим о детях и об общении Мы тогда забываем о физиогномике О том, что мы все испытываем эмоции И, как правило, они выражаются На лице, на губах, например Улыбка, да Или какой-то, может быть, другой жест И мы таким образом лучше понимаем друг друга А так мы лишаем себя возможности Полноценного общения и взаимодействия Елена Брич озвучила точку зрения многих родителей А что говорят по поводу ношения масок Эксперты-доктора? Физический барьер, каким бы он ни был Он и тебя защищает, и другого защищает Неудобно в маске ходить? Да, неудобно Если говорить о занятиях То существует... Я опять ссылаюсь на рекомендации Роспотребнадзора На приказ департамента, который Регламентирует проведение занятий Если ты лекцию читаешь, да Можешь без маски читать Если ты на занятиях, да Допускается то же самое Если у тебя много вот такой словесной работы Да, можно ослабить масочный режим без маски Это возможно Тяжело? Тяжело Но это же никто не придумал Считается, что детям до трех лет Вообще вопрос ношения масок даже не обсуждается Потому что ребенок маленький не может контролировать То есть если вдруг ему будут какие-то проблемы с дыханием Об этой маске, он даже сообщить об этом не сможет Поэтому до трех лет дети не требуют ношения маски Дети в школе находятся без маски Учителя во время уроков могут быть без маски Во всех остальных ситуациях Если, например, куда-то вы выходите В маршрутку садитесь Пришли на какое-то... Не можете избежать какого-то скопления людей Я бы советовала маску надевать С 12 лет ребенок воспринимается как взрослый человек Поэтому все-таки вот в таких ситуациях маски носить нужно Вот в этих условиях, когда большое количество разных ограничительных мер Здесь должна возрастать персональная ответственность и понимание ситуации Когда мы носим маски не для кого-то А мы носим маски для того, чтобы сохранить свое здоровье И снизить риск негативного воздействия на других Это нам надо Это должно быть частью нормального поведения То есть неприлично зайти, скажем, без маски в магазин или еще куда-то Добрая половина, а то и больше маски носят неправильно Когда я вижу на человеке маску, которая надета, закрывая только рот, не закрывая нос Эту маску можно снять Смысла в таком ношении маски нет никакого Для учащихся среднеспециальных учебных заведений и вузов Ношение масок обязательно Однако забывчивость студентов не станет поводом их недопуска до занятий Выдадим маску и выдадим не одну На сегодняшний день у нас закуплен месячный запас То есть это порядка, ну если у нас всего в университете полторы тысячи студентов Значит, на месяц порядка 30-40 тысяч у нас масок закуплено Все мы неоднократно слышали, что в период распространения коронавирусной инфекции Важно соблюдать так называемую социальную дистанцию Реально ли выполнить это условие в школе или вузе? Вне зависимости от учебного звена, средние, старшие классы, либо начальные классы За каждым классом должен быть закреплен кабинет, в котором будут проходить уроки по всем предметам За исключением тех предметов, которые требуют наличия специального оборудования Ну такие предметы, как физика, химия По сути, в случае выявления COVID-19 у кого-то из учащихся Эта мера позволит перевести на временное дистанционное образование один класс, а не всю школу сразу Также большинство учебных заведений перешли на так называемое динамическое расписание Школа отрегулировала расписание с 1 сентября с той целью, чтобы развести потоки детей У нас много учащихся, мы в полные две смены обучаемся Поэтому у нас первая смена начинает в 8, это 11 классы и первые классы В 8.50 вся остальная первая смена Далее идет перерыв между сменами Первый поток второй смены начинается в 13.10 В 2 часа идет второй поток второй смены Заканчивают дети тоже по-разному, то есть кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, для того, чтобы они не пересекались Вход в школу мы осуществляем через 4 разных входа Наверное, это больной вопрос не только в нашей школе, но и во всех школах К сожалению, архитектура, постройка здания школ такова, что развести потоки очень сложно Мы пытаемся, разводим лестницы, что по этой лестнице у нас старшие классы, по этой младшие классы Но все равно дети есть дети, но максимально мы стараемся, чтобы потоки не пересекались Мы прекрасно понимаем, что на практике все это придется регулировать И сейчас вся система образования, конечно, и мы в большом напряжении и на серьезнейшем контроле держим этот процесс Потому что, как и в пандемию, дистант здесь нам придется это регулировать вручную И образовательным организациям тоже Я думаю, что в течение первых 1-2 недель процесс войдет в более-менее стабильный плановый режим После того, как все поймут, педагоги, обучающиеся родители И после того, как это по максимуму будет скорректировано В колледжах и высших учебных заведениях тоже стараются соблюдать рекомендации Роспотребнадзора Полностью выполнить условия соблюдения социальной дистанции в учебном процессе мы не сможем И это все понимают, об этом было сказано на совещании, видеосовещании, которое проводило Министерство образования Основным, конечно, фактором это масочный режим Но, тем не менее, снизить риск, разъединить учебные потоки, да, мы это делаем Массовые мероприятия в образовательных организациях отменены до распоряжения Роспотребнадзора Еще один немаловажный вопрос, который беспокоит родителей Не принесут ли дети инфекцию в дом? Что делать с этим страхом? Допустим, я боюсь везти ребенка в школу научного образования, боюсь, что он заболеет И тогда чего именно я боюсь? Что он заболеет и что? Что он заболеет и... Принесет в дом инфекцию, заразит бабушку и дедушку Вот, и тогда что я могу предпринять в связи с этим, да? Ребенок приходит и ему брызгаем нос, брызгаем рот, моем руки, снимаем одежду, ну, например, в прихожей Или там три часа не контактируем с бабушкой и с дедушкой То есть есть же предписанные меры, которые, да, необходимо соблюдать Поэтому, ну, здесь важно опираться на те рекомендации, которые даются Ну, мы видим, как дети сейчас на улице себя ведут, да, то есть они ходят группами Их полно на детских площадках, ну, независимо от возраста Вот, ну, сейчас же никто не боится, да, общаться со своим внуком, внучкой и так далее Который пришел с детской площадки и был только что в толпе детей Вот, поэтому я думаю, что здесь принципиально ничем ситуация не изменится Информация о роли детей в передаче вируса очень противоречива Есть французское исследование, в котором 9-летний ребенок с положительным тестом на ковид посетил три школы, но никого там не заразил Согласно исследованиям ученых из Южной Кореи, дети младшего возраста на 72% реже передают болезнь взрослым Дети старше 10 лет распространяют вирус активнее Большинство же исследователей считают, что риск передачи коронавируса в школе не так уж и велик По сути, ковид-19 не единственная напасть предстоящего осенне-зимнего сезона Есть грипп, который не менее опасен, в том числе для дедушек и бабушек Представьте, два вируса, которые тропны к дыхательным путям Но они же, наверное, будут эту тяжесть взаимодополнять Поэтому давайте хотя бы у нас есть возможность профилактировать грипп, и эту возможность можно использовать Тем более, сегодня ситуация такая Состав вакцины от гриппа изменен Включены три новых штамма То есть ожидаются новые штаммы вируса гриппа Если у ребенка есть задолженность по прививкам, их надо обязательно выполнить Особо хочу обратить внимание на какие вакцины Обязательно дети наши должны быть привиты от пневмококовой инфекции Обязательно группы риска от гемофильной инфекции, обязательно от гриппа Особое внимание хочу обратить на питание, на двигательную активность и на витамин D Уже есть четкие данные, которые говорят, те люди, которые хорошо насыщены витамином D, у них шансы иметь тяжелое течение коронавирусной инфекции значительно ниже Понимаете? То есть поэтому, а мы живем на севере, у нас короткий световой день, короткое лето, да, и мы все в дефиците витамина D, поэтому его нужно принимать О дозах, о схемах приема нужно обговорить со своим доктором Учебные заведения делают все возможное, чтобы свести риск заражения учащихся COVID-19 к минимуму Сегодня и в вузах, и в школах есть предметы, которые уже преподают в дистанционной форме, временно Этот шаг помог опять же оптимально развести потоки учащихся и дать возможность работать опытным и любимым педагогам Которым исполнилось более 65 лет и которым пока не рекомендовано вести занятия очно Планируется ли переводить на дистант все учебные заведения? Это резервный вариант, если вдруг у нас произойдут какие-то сбои, начнется повышение заболеваемости То в этом случае мы готовы перейти на дистанционный формат, но все-таки ничто не заменит личного общения ученика и учителя Контакт, который устанавливается на уроке между классом и педагогом Это очень важно, эмоциональный настрой урока Дистант это хорошо, это современные новые формы обучения, это цифровая школа Это возможность пользоваться всеми современными способами обучения, то, что ребенок должен уметь Но вот именно в начальной школе все-таки личное общение педагога, оно необходимо Я с большой долей вероятностью уверен, что нам не придется так массово возвращаться к дистанту Но тем не менее я говорил и говорю и буду говорить о том, что тот опыт, который мы получили, это опыт бесценный И мы его будем использовать для того, чтобы не прерывать образовательный процесс во времена карантинов И которые традиционно бывают, они просто бывают не массово Как правило, например, организация на карантин закрывается Или отдельные классы, отдельные группы закрываются на карантин Для того, чтобы не прерывать образовательный процесс А продолжать его, то же самое касается актированных дней Для нас это актуально Но это, безусловно, не месяцы, а несколько дней Итак, эксперты сходятся во мнении, что и школьное, и вузовское обучение должно быть традиционно очным А все цифровые технологии применятся лишь в качестве дополнительного инструмента И все же, можно ли перейти на дистанционное обучение по собственному желанию? Мы сохранили возможность желающим в отношении школьников несовершеннолетних Их представители об этом заявляют В отношении студентов лично это делаете В случае, если есть желание оставаться дома и получать образовательные программы дистанционно То образовательная организация должна это обеспечить И, судя по документам, которые были представлены О готовности образовательных организаций, это выполнено Прежде чем принять решение, нужно хорошенько взвесить все плюсы и минусы онлайн-обучения Особенно для первоклассников Задача первого класса – обучить детей вот этой школьной дисциплине Организованности, когда все делают одно коллективное дело, одно задание выполняют И еще эти задания оцениваются Как тогда быть первоклассником, когда они этого не получат Как они пойдут во второй класс? От того, насколько успешными будут первые шаги в новом для ребенка социуме Зависит, по сути, вся его дальнейшая жизнь Ведь не только безопасность существует в этом мире Важно и психическое развитие А как раз в школе ребенок, кроме знаний, получает навыки общения Читать научился, я очень много всего знаю Петь очень люблю По улице всегда иду и пою Жду там, чтобы я больше знала всего этого Чтобы друзей много завелось у меня Они очень нуждаются в общении Они очень нуждаются в проживании своих детских эмоций Они нуждаются, ну, не в коллективе нуждаются Прежде всего, и, конечно, мало детей Ориентированы на дистанционное обучение Это должна быть просто какая-то супер-мотивация Для того, чтобы ребенок, даже взрослый Даже студент сел и стал учиться Мне кажется, что это маленький процент Или даже какие-то единицы, которые смогут это сделать Студенты с современными инструментами дистанционного образования пользуются весьма успешно Ты можешь сам для себя распланировать время И учиться в том тэпе, в котором тебе удобно Практические занятия в теории проходят Точно так же и с преподавателями Мы обсуждали вопросы Но, как правило, теория без практики, она, ну, бессильна Но врач ведь это контакт, всегда контакт с больными Это понятно, но... Как же подойти к больному, если ты не знаешь, как крану перевязать Бинт в какой руке держать Вам же ведь скидывают лекции, вам же скидывают практические занятия Вы также можете на своих домочадцах отработать ту же самую повязку То же самое оказание помощи Ну, конечно, на живом человеке не надо Но сымитировать этот учебный процесс абсолютно можно Контакт то же самое Ты можешь представить, что твой родитель, сестра, брат, неважно, родственник, он больной И ты проводишь беседу так, как тебя учили преподаватели Это ужасно Ужасно Представляет, что родные болеют Это тяжело, когда ты получаешь знания и не можешь их отработать, ну, сразу Это тяжело, но если ты захочешь, ты выкрутишься из-за этой ситуации Мы завершили учебный год во многом дистанционном режиме Потом началась практика, наши студенты разъехались по больницам И они там работали, проводили практически свои манипуляции уже в обычном режиме, в очном То есть практика не страдает? Нет, не страдает Анализируя работу в дистанционном формате, преподаватели вузов отмечают и слабые места Например, сложно регулировать режим труда и отдыха преподавателей студентов Его часто нарушают Есть вопрос по источникам информации Снижается возможность работы библиотеки с реальными источниками, с реальной литературой Мы гораздо больше обращаемся к интернету, к информационным каким-то источникам И здесь возникает тема достоверности Многие источники, которые имеют какую-то ценность серьезную в рамках определенных дисциплин, могут быть недоступны в интернете Ну и, конечно, существует проблема оценивания результатов самостоятельной работы студентов Грубо говоря, вопрос честности учеников и доверия преподавателей Но эта проблема существует и при очном обучении Инструмент дистанционного обучения, он будет применяться Но не в плане подмены классического, а в плане дополнительной технологии в руках педагога Мне хочется обратиться к родителям и к преподавателям Если мы перейдем на дистанционное обучение, проявлять уважение друг к другу И все три стороны, и дети, и преподаватели, и родители испытывают напряжение в том, чтобы все-таки быть успешными Чтобы сдать эти задания Важно с пониманием относиться к тому, что есть еще и техника, которая может глючить И человеческий фактор, что ребенок может проспать Или не заметить, в какое время конкретно нужно сдать Или увлечься, или еще устать, по крайней мере И также родители могут что-то упустить И преподаватели тоже живые люди, они тоже что-то могут вовремя не проверить Снизить уровень требований друг к другу Поскольку условия жизни действительно новые И это сложно И тогда проявлять уважение друг к другу и относиться более бережно Приоритет очного обучения является бесспорным Но югорские школы, колледжи и вузы готовы и к работе в режиме онлайн Если такая необходимость возникнет из-за холодов или неблагоприятной эпидситуации Находить восток и юг, рисовать квадрат игру Учат в школе, учат в школе, учат в школе И не путать никогда острова и города Учат в школе, учат в школе